Так, девочки, будем проверять сейчас вот этот антиналёт. Заказала его на Вайлдберрисе. Очень крутой, как мне сказала подружка. Вот, и я хочу убрать вот этот вот налёт после воды. Вот, если видите, вот здесь. Потому что у нас уже столько мы мыли эту душ-кабину, и ничего не помогает. А меня прям это бесит, поэтому сейчас проверим. Так, всем большой привет. Вообще, надо мне сходить в душ. Может, сходить в душ. Не знаю, наверное, сейчас умываюсь, потом схожу. Что-то я погрязла, короче, в декретных буднях. Ничего не снимала толком. Я даже видео ещё не выставила, которое у меня там висит. Сейчас надо этим заняться. Как раз я замочила сковородку, он так воняет. И, в общем, хочу, 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 хочу закинуть видео. Так, я пришла вообще умываться, потому что позавтракали только недавно. Короче, не умылась совсем. Поэтому сейчас буду умываться. Вы знаете... Короче, вы знаете, что сначала мне декрет показался диким. Я очень хотела на работу. Мне скучно было первую неделю. Я где-то третий сижу уже, третью неделю почти. Вот, а потом, короче, знаете, так даже понравилось как-то. Я вошла в кураж. Делаю, в принципе, все домашние дела. Пока меня это не отягощает. Потому что я знаю, что наступает такой момент, когда всё начинает бесить. Одно и то же, одно и то же. Готовка, уборка там и так далее. Я за эту неделю вообще никуда не выходила. Уже сегодня четверг. Ну и мне норм. То есть я не горю желанием особо куда-то идти. Там по магазинам или куда-нибудь. Вот, такие дела. Параллельно всё собираю, готовлю к роддому. У меня уже почти всё готово. Осталось там по мелочи буквально докупить. Вот, но думаю, если даже я и не успею, ничего страшного. В этом не будет. У нас, кстати, в группе февралятах, которые должны родить в феврале, уже две девочки родили. Это так прикольно. Вчера родили. Одна с помощью кесарево сечения, вторая родила сама. Но у неё, в общем-то, схватки были на протяжении недели. Такие вот, типа, тренировочных. Ей потихоньку открывалась у неё шейка. Вот. Она ходила, 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 ходила. И вот вчера у неё совсем уже всё. То есть она поехала в роддом. У неё утром было 3 сантиметра открытия. Ну, не утром, когда мы там писали. Где-то в 12 часов. Где-то так. И в 5 она уже родила. Я тоже так хочу, чтобы мне прошло всё быстро. Потому что с Мирошей это был какой-то ад на земле. Я рожала сутки. Ну, в смысле, со схватками, со всем этим. И у меня очень повышенный болевой порог. Это крайне ужасно. Потому что вся боль, которая идёт, и для одного человека может показаться, что терпимо, для меня это нетерпимо. То есть как я родила, я вообще не знаю как. Ещё и сама, ещё и так тяжело. Конечно, здесь большую роль сыграла моя врача. Рожаю, кстати, я опять же с ней. Поэтому я спокойна. И надеюсь, что я рожу за 3 часа. Вот приеду, рожу и уеду. Всё. Вот это у меня мечта где-то сидит. Не знаю. Короче, настраиваюсь на такие роды. Говорят, что как себя настроишь, так и будет. А вторая девочка родила КС. В общем, у неё она приехала. У неё не было шевелений. Два дня, прикиньте, два дня. Вообще, я думала, что когда нет шевелений, ничего страшного, что ребёнок просто, ну, типа, затихарился. И теперь я тоже наблюдаю. Потому что, оказывается, нет. Ну, возможно, там несколько часов. Но не такой большой промежуток. И вот её прям срочно с КТГ отправили на Кесарево. Потому что были зелёные годы. Я не знаю, как они это поняли по КТГ. Что ребёнок у него, как бы, сердцебиение становилось меньше. Сказали хорошо, что сейчас приехали. Вот. И, короче, её увезли. Быстро прооперировали. Она буквально за 20 минут. Её сделали операцию. Ребёнка забрали. И она сейчас лежит тоже в реанимации. И сегодня ещё одна девочка вроде поехала рожать. Короче, старт дан. Все рожают. Это прекрасно. Я, с одной стороны, очень завидую. В плане того, что я бы сама не против родить сейчас. Но мне нельзя. Потому что у меня кое-какие планы есть ещё. И, как бы, одна сторона мне говорит уже всё. Уже вот ты не можешь ходить. Тебе очень тяжело. Вот хоть сейчас я бы поехала в этот дом. Но другая сторона говорит, что давай-ка ты ещё чуть-чуть потерпи. Надо чуть-чуть подождать. Сейчас пока не время. Вот. Так, девочки и мальчики. Вот так выглядит комод. Хочу вам показать, как я тут всё организовала внутри. Потому что знаю, что это информация. И вообще такие видео интересные. Как, что, подглядеть у кого. Поэтому как-то так. Так, у нас комод с пеленальным, вот этой, с пеленальным столиком. Это всё раскладывает. Сейчас, конечно, это собрано. Здесь будет находиться матрасик. Вот. Я его ещё не купила. Пока здесь, как видите, лежат какие-то рандомные вещи. Вот. Матрасик я планирую взять до середины. Вот такой. И здесь оставить место, чтобы были какие-то мелочи. Допустим, я уже такую корзинку купила. Я её, кстати, брала в ZETI. Здесь у меня будет всякая мелочёвка. Сейчас пока у меня лежат накладки для груди. Которые пригодятся под рукой. Ну, чтобы они были постоянно. Вот. Градусник. И ушечистки для ребёнка. Сюда я ещё сложу всякие штучки, типа там бипантена. Не знаю. Ну, что-нибудь такое ещё, которое нужно вот сейчас же. Да, там зелёнка, марганцовка. От коликов какая-то водичка. Ну, вот всякое такое. Вот. Не знаю, буду ли докупать ещё. Посмотрим. И я также решила, что здесь пока у меня это на полке. Ну, будет стоять тоже на пеленальном столике. Будут вот так стоять подгузники. Мне кажется, это очень удобно. Достал, одел. Нежели чем из пачки. Пачку откуда-то где-то достаёшь. Вот. Ты потом с пачки пополняешь. У меня здесь два вида. Пока это Йокусаны. Вот такие вот. Я их в роддом взяла с собой. И такие вот памперсы. У них, кстати, два вида. Вот такой есть. Кто-то панда и тигрёнок. У памперсов специфический запах, но он мне очень нравится. Вот. Так что здесь у нас такая полочка есть. И здесь стоит детский ночник. Он классно светит. Я его покупала в фикс-прайсе. Не помню, показывала я или нет. Он светит офигенно. Поэтому берите. Он работает от сети. Вот. Так что такие дела. Сейчас покажу вам, что лежит в этих ящиках. У меня комод рассчитан не для новорожденного, а для двоих детей. Потому что есть ещё старший ребёнок. И его вещи тоже нужно как бы куда-то складывать. Здесь такие два отделения. И вот так как-то у меня здесь всё лежит. Не факт, что у меня всё так же и останется. Потому что, возможно, что-то мне будет не очень удобно. Здесь у меня лежат платочки. Я положила ещё вот такие пинетки. Тут у меня всё мирошиным. Колготки, тёплые носки. Обычные носки. Короче, всё сюда поместила. Здесь у меня мирошиное нижнее бельё. Шапочки всякие разные, которые для мелкого. И тёплые есть, и летние. В общем, какие только. Смотрите, какая шапочка. Маленькая-маленькая. И здесь детские носки для младшего ребёнка. Во второй у меня здесь всё для мирошика лежит. Здесь лежат какие-то домашние футболки, которые уносят в садик. Ну, не домашние, а обычные, простые. И здесь поло лежат футболочки. Если вдруг там нас куда-то пригласят в игровую комнату, где жарко. Вот. Ну, они так и лежат. Мы ещё ни разу не одевали их за зиму. Здесь для сна футболки. Какие-то майки. И пижама его любимая. С планетами. Так, теперь открываем отсек для ребёнка младшего. Я купила вот такие вот штучки, разделители. Но они мне не очень нравятся. Видите, я ставила здесь по два, чтобы были устойчивые. Они очень мягкие и не очень устойчивые. На Валбрисе или на Алиэкспрессе есть такие прям из пластика классные штуки. Вот. Поэтому, если будете заказывать, то лучше заказать это, если есть время. Но у меня времени уже нет, поэтому я вот эти взяла. Ну, в принципе, тоже неплохо. Посмотрим, как мне всё это будет удобно, неудобно. Здесь у меня лежат такие тёпленькие комбинезоны. Не знаю, как они называются. В общем, тёпленькие. Здесь у меня парочку тёпленьких и обычные. Вот эти два, кстати, новых мы купили. Недавно ещё не стирала я. Здесь бодики у нас лежат. Короткий и длинный рукав. В принципе, вот здесь в начале два только коротких. Остальное всё в роддом взяла. Здесь у меня джинсы, штанишки какие-то. И, ну, ползуночки. Потому что у нас мало ползунков на самом деле. Вот, и я, как бы, ползунки-то не очень люблю. Люблю вот такие штучки в основном. Но тоже есть. Из новых, кстати, ну, не то, что мирошина. Здесь, кстати, и мирошина есть. Старенькая. Вот такие вот серенькие. Классные. Мне очень нравится. Вообще, очень нравится такой серый, выцветший цвет. Я такой обожаю. Очень красивый. И ткань такая приятная. Такие вот штанишки. И вот такие есть от Бодика. Такой же я взяла в роддом. Ещё один комплект, только другого цвета. Классные швы на выворот. Врубчик. То, что сейчас актуально. И, ну, по цвету видите, да. Ничего нет того, чтобы мне не нравилось. Так, и покажу из таких вещичек. Вот, кстати, такой комплектик получился. Ну, вот. Закрытые ручки. Кстати, когда я рожала мирошу, таких не было бодиков. И это очень удобно, потому что все вот эти царапки, они постоянно будут сползать. Я не купила ни одной пары царапок вообще. Потому что считаю, что это супер бесполезные вещи. На корняк я одену носки на руки. Но вот так вот, мне кажется, самое удобное. Тоже врубчик. И вот, кстати, шапочка отсюда. Это муж подбирал. Муж у меня всё берёт всегда комплектами, чтобы ребёнок его бесит, когда детей одевают в разнобой. Ну, типа там штаны отсюда, это отсюда. Короче, у меня муж тоже со своими загонами, как и я. Поэтому мы здесь с ним в тандеме. Вот. Такой вот красивый. Мне нравится. Вот. Тут парочку бодиков. Я вам уже показывала. Там мне дарили которые бодики. С коротким рукавом есть. И вот из последних мы взяли в Айкике. Два наборчика таких. Вот это я обожаю. Мне кажется, это мега удобно. Такие вот. Что это? Ромпер. Он на замке, между прочим. Очень, мне кажется, удобно. И здесь вот. Тоже ручки закрываются. Сейчас могут мне написать по расцветке. Типа ты же не любишь. Но нет ли... Блин. Есть такая расцветка, которая классная. Которая такие странные немножко фигурки. Видите, тут необычные. Вот это вот мне нравится. Вот. Что мне не нравится? Вот это вот мне не нравится. Расцветка. Я уже показывала, да? Еще какая-то. Вот это вот мне не нравится. Расцветка с жирафами. Вот. Вот это мне тоже. Что-то мне нравится. Расцветка. Но остальное все очень классное, красивое. Кстати, тетя мужа как-то с Германией присылала. В общем, она присылала нам две посылки. Одну в начале и одну чуть попозже. И, короче, там оказалось два вот таких вот комбезика. Только разные размеры. Один 56-й 100%, а другой чуть-чуть побольше. И тоже такой же желтенький. Супер, да? Вот такие я люблю штучки, потому что под низ одел бодик. Белый какой-нибудь там серый. Не знаю, под цвет, да? И сверху одел вот эту вот штучку. И вообще супер. Я взяла такой один в роддом, но потом я выложила, потому что в роддоме постоянно смотрят ноги, руки. И чтобы ребенка смотреть, вам нужно полностью его раздеть. Это неудобно. Вот, так что у нас таких два комплекта. Кстати, такой цвет приятный, желтый, птичий такой цвет. Тоже мне нравится и расцветка, и все красиво. Это вот с Германией, немецкая. Сразу видно, что люди там подходят к детской одежде совсем по-другому. Не как здесь у нас. И вот такой еще есть классный. Тоже, да? Скажете мне, тут же машинки, тут же вот что-то тут нарисовано. На самом деле нарисовано как будто карандашом. Классный шрифт. Вообще супер. Короче, загоны у всех свои. Поэтому sorry, sorry, sorry. Как-то так. Здесь у меня лежат такие большие вещи. Тут дарилась свекровь в такой кардиганчик. Он мне нравится. Я его, конечно же, оставила для ребенка второго. Потому что Мироша его толком не носила. Он очень крутой. И такой мы одевали, когда Мироша делали 40 дней. По-казахски это как на шахару. Ну, у нас это было просто. Мы собрали всех родственников и показали ребенка. Вот такую штучку он одевал. Потому что был май, жарко. Вот. Ничего тут сверхъестественного. Обычная такая штука. Но на тот момент мне казалось, что это супер празднично. Вот. Здесь какие-то кофточки. Тоже очень даже неплохие. Ну, в плане того, чтобы под низ там одевать куда-то еще. И здесь я положила пояс от Коликов. Он мне с Мирошей вообще не понадобился. Мама моя покупала. Посмотрим, понадобится ли здесь. И вот такой вот муслиновый слюнявчик. Так, сейчас я это все вытащила. Блин, теперь обратно надо положить. Закроем. Так, здесь у меня полка Мирошека. У него не так много вещей здесь лежит. Потому что его основные вещи вообще висят в другом шкафу. Здесь у него брюки, джинсы, какие-то толстовки, теплые кофты и обычные кофты в садик. У него всегда зимние одежды. Одежды гораздо меньше, чем летние. Ну, так вот у него получилось. И последний такой ящичек. Здесь уже все у нас такое для, так скажем... Для чего? В общем, тут лежат полотенца Мирослава 2. Кстати, ему надо менять полотенце, потому что уже старый. Вот это полотенце ребенка от Мироши пришло с треугольником. Но оно такое, знаете, уже немножко износилось. Я его оставила. Но вообще желательно купить ребенку, конечно, новое полотенце. Здесь у меня два пледа. Это после Мироши и это после вообще племянника. Классный плед, мне нравится. Я его оставила. Муслиновый плед, который я покупала. Не плед, а одеял, как это называется. И здесь у меня пеленки. У меня пеленок, как видите, совсем чуть-чуть. То есть вот обчелся. Раз, два, три, четыре. И еще в роддом я с собой положила. Мне пеленки совсем не нужны. Только если куда-то там подстелить. Поэтому это самый последний ящик. Самый нижний. Там в кроватку постелить. На пеленальный столик с собой кинуть взять. Но я не пеленаю детей. И что первое, что второе, тоже не буду пеленать. Возможно, может быть, что-то изменится. Или первое время как-то. Но нет. Мне это неудобно. В общем, короче. Каждый делает, как хочет. Я вообще к пеленкам отношусь. У меня их не 500 штук. Я смотрела некоторые видео. Мама берет там 4, 5, 6, 10 пеленок в роддом. И там по 20 пеленок домой. Думаю, зачем? Зачем это нужно? Взяли несколько муслиновых. Их бросил в стирку. Постирал. И они через 15 минут высохли. Вот. И здесь Мирошина рубашка у меня лежит. Кстати, вот Юкошаны. Вот такие я взяла. Премиум. И есть еще какая-то другая серия. Попробуем. И здесь памперсы. Мама покупала, кстати. Ньюборн тоже я сюда переложу. И вот так вот спокойненько. Пачку с подгузниками положили сюда. И она вам не мешает. Зато нигде не болтается то, что есть... Как обычно. Там здесь стоит. Где-то здесь. Здесь. У нас вот так. Ой, надеюсь, меня хорошо видно. Потому что из-за солнца яркого я себя не вижу. Так что, если что, пишите в комментариях. Плохая картинка. Ой, у меня так сохнут руки. Ммм, какой приятный кремушек. Ммм. Я везде с собой ношу крем. Кстати, вот этот вот Аура от... Точнее, я купила его в Фикс Прайсе. Мне поначалу он показался таким дерьмовеньким. А сейчас классный. Я уже почти весь из расходового, кстати. Мне надо еще купить. Так вот, короче, я... Почему такая так выгляжет? А я ездила на УЗИ. Вот. У меня сдвинулся ПДР на неделю раньше. Но это по УЗИ. Я не знаю, на что смотрят врачи. На УЗИ или на месячный. Ну, в смысле, на акушерский срок. В общем, непонятно. Вот. Но возникла другая проблема. Видите, как я ношу рубашки сейчас? У меня симфизит. Вот. Расхождение 9 миллиметров. Это верхний прям такой, знаете, крайний порог до кесарево сечения. То есть вообще на кесарево отправляют, если у вас расхождение 1 сантиметр. Ну и больше, естественно. Вот. Вообще здесь я... Не знаю, у меня нет никаких комментариев по этому поводу. Конечно, я уже расстроилась 500 тысяч миллионов раз. Как я поняла, что у меня симфизит, у меня начали болеть лобковые кости. Именно вот эти косточки, где лонное сочление, они начали болеть, когда я встаю с кровати, когда я передвигаюсь где-то, когда я долго хожу, когда я поднимаюсь по лестнице. А это не болит критично в плане того, что мне не прям так... Вот знаете, бывает такая боль, когда... Ну вот у меня после родов так было. Очень просто, вот как будто кости все сломались. Боль терпимая, просто боль. Вот. Но это не очень приятно, потому что я когда встаю с кровати, мне вот тогда нереально больно. Потом уже расхаживаюсь, и всё нормально. Почему это могло произойти? Нет такой чёткой и ясной причины. Почему? Наследственность, это нехватка кальция, это первые роды, возможно, потому что после Мироши, честно говоря, как раз-таки вот у меня и... Знаете, когда, короче, были первые роды, он как-то не так встал в таз сам, и, в общем-то, что-то такое случилось, что потом я где-то неделю точно не могла ходить, не ходить, не лежать, всё это было через боль, через слёзы, и это действительно было очень больно. Я не преувеличиваю, это было очень больно. Я... у меня была истерика, я плакала, потому что мужа не было дома, он там, ну, мотался по каким-то делам. Всё вот это вот накопилось ещё из-за того, что у меня ужасно... Никто не понимал этой боли, никто. То есть, как так, кости болят. Да, болят, типа, но... Ну как, ну все рожали, да, все рожали, и как бы... И ты родила, да, у тебя там кости разошлись, и это больно, но ничего, пройдёт, как бы все думали-то так, а мне было так больно, просто как будто у меня реально кости сломались. И я думаю сейчас, что, скорее всего, у меня тоже было там расхождение, и мы просто не смотрели на УЗИ, вот. Потому что я особо не парилась, и у меня не было никаких проблем и болей там. Сейчас же у меня есть боли, и я уже такая, как бы немножко взрослее на 5 лет, да, и мозгов-то прибавилось побольше, поэтому я попросила, чтобы мне назначили УЗИ ЛОНА. И вот сегодня посмотрели, сказали, что 9 мм. Это прям верхняя граница. Вообще здесь учитывается всё. То есть решать будет мой врач, который не... не который ведёт беременность, не гинеколог, а именно который будет принимать роды. На следующей неделе я поеду, всё ей расскажу, и мы будем совместно решать. Я даже не знаю, что лучше. Что в этом случае лучше, если она скажет, что точно я смогу родить. Сама, конечно, я смогу... ну, пойду рожать сама. Если она скажет, давай, не будем риски, не будем... ну, лучше перестрахуемся. Ну, естественно, мне придётся, как бы, да, я же не могу сказать там, нет, я хочу сама, и так далее. Вот, то, что я капец как очкую, боюсь, страшно просто. Потому что для меня это вообще... А для человека, который боится медицину, просто даже с ней рядом постоять, это вообще страхи божьи. Ладно. Не про это, короче. Просто, знаете, ещё я не стандартного телосложения. Я не... рост у меня там 170 и вес подходящий у меня, а маленький рост и маленький вес всегда был. Насчёт таза своего я не знаю, как бы, ну, первый родился ребёнок, и то спасибо, всё нормально, да. Вот. Второй ребёнок немножко крупнее, потому что на этом же сроке с Мирошей был другой вес у меня. Вот, и был гораздо меньше. Ну, не гораздо, разница была в 500 грамм. Но я не знаю, насколько это актуально, и УЗИ, насколько дают достоверную информацию, сказали так. Вот. Так что всё решать будет мой доктор. Я полностью ей доверяю, но сама бы я, конечно, не рисковала. С одной стороны. Вот. На самом деле, про симфизит вы можете почитать, насколько это опасно. Можете почитать в интернете. Ну, лучше не читайте. Я почитала, и просто у меня слёзы, короче. Я опять нардалась, наревелась, потому что я ещё спросила в группе, чем опасен симфизит. Это, знаете, когда я не знала, чем опасен... опасно понижение гемоглобина, я тоже такая ходила. Ха-ха-ха. А потом спросила, чем опасно вообще то, что гемоглобин низкий. И мне рассказали. И у меня вот такие глаза были. И сейчас то же самое случилось. В общем, вкратце расскажу, что симфизит, когда у вас сильно расширены вот эти лобковые кости, если вдруг ребёнок как бы немножко будет затруднённо выходить, это может быть вплоть до перелома или разрыва вот этих вот костей. На самом деле это опасно тем, что реабилитация может достигать от одного месяца до полугода, потому что тяжело, потому что ходить невозможно. Ну, естественно, тазовые кости как бы у вас сломаны. Вот. Ладно, давайте о плохом не будем говорить. Ну, не о плохом, а о страшном, да? Вот. Уже когда пойду, уже вам расскажу. Вот. А сейчас покажу вам покупки мои последние. Ну, точнее, вот, недавнешние, крайние, да, покупочки. Что ж, что ко мне пришло, что ж. Так. Что мы заказали? Господи, это просто божественный аромат. Я не знаю, у меня вот эта вот прям химия. Всего-всего я готова надушиться и помазаться всеми кремами мира, чтобы от меня пахло ими. Ну, ладно. Короче, мне нужна была видео нянь. Я поняла, что в прошлый раз мне очень не хватало её. Мы живём... В прошлый раз мы жили в частном доме, и в этот раз мы живём в частном доме. В общем, я нацелена на то, что я долго не буду гулять во дворе. Я поставлю камеру, поставлю, буду заниматься своими делами. Потому что ребёнок в основном очень хорошо спит на улице. Может спать два часа, там, три часа. Ну, как бы сидеть возле него все эти три часа. Это, знаете ли, такое себе удовольствие. Поэтому мама с братом купили мне, как бы, один из их подарков. Это вот видео няня. Уже пришла вчера. Мне нужна была абсолютно простая, без каких-либо наворотов. Потому что у меня есть Apple Watch на всякий случай. У меня есть iPhone, который может показать более качественную картинку. Кстати, в роддоме лайфхак. Вы можете поставить свой iPhone и пойти, например, на перевязку или что-то такое. Там на швы или на какие-то свои процедуры. Если у вас есть Apple Watch, поставить на часы камеру. Вот. У меня всё это есть. Но дело в том, что дома это неудобно. Как бы хочется же всегда смотреть что-то. Быть онлайн, на связи. Поэтому я люблю что-то делать. И когда у меня фоном стоит YouTube или там какая-нибудь передача или какое-нибудь кино. Короче, вот такая вот видеоняня. Baby Monitor называется. Мы заказали её на Каспи. Брат мой заказал. В общем, здесь два блока. Детский блок и родительский блок. К сожалению, детский блок работает только от сети питания. Но шнур очень длинный. Здесь два шнура. Шнур очень длинный. И поставить его, короче, в комнате, либо вывезти его на улицу, мне будет легко. Поэтому такая вот камера. Так, что ещё здесь? Подождите. Смотрю. И такой вот блок. Блок на аккумуляторе. То есть его не нужно постоянно заряжать. Зарядили и таскаете просто с собой. Здесь есть датчик голоса. То есть можно разговаривать с ребёнком. В смысле успокоить там его своим голосом. Здесь есть мелодия колыбельной. Классные колыбельные. Мы вчера проверили. Они не такие дурацкие, бесящие. А именно классные такие колыбельные. Можно самой уснуть под них. Яркость, громкость и ночной режим. Датчика движения здесь нет. Поэтому вот. Ну, для его цены это вообще очень классные параметры. Вот. Так что уже у меня есть видео няня. Гаджеты потихоньку приходят в наш дом. И я ещё заказала вот такой вот пакет. Здесь у меня бельё. Потому что, короче, как вам объяснить, вот эти лифчики для беременных, которые для беременных или для кормящих, они мне дико не нравятся. Они какие-то колхозные. И вообще, они отвратительные просто. Вот эта вот штука, которая здесь вот так отстёгивается, как будто, я не знаю, доисторическом времени мы живём. И нельзя сделать для женщин бельё покрасивше. Потому что, блин, и так такой стресс, да? Ты там рожаешь. Кто сейчас думает, что это всё херня и это неправда? Это не так, ребята. У вас и так хреначит депрессия после родовая. Ещё и бельё такое некрасивое. Вот. Хотя кому-то как бы пофиг на это всё. Но мне, если честно, нет. Потому что после родов хочется быстрее прийти как бы в форму. И у меня есть муж. И я не хочу особо, вот, знаете, с таким, не знаю, колхозным и каким-то там бабским бельём ходить при нём. Мне как-то не очень нравится. Поэтому я заказала бельё. Блин, оно на мне показывать не буду. Но оно такое. Просто это топ. Обычный топ. Всё. Мне кажется, это очень... Это очень удобно. Я ещё заказала такой комплектик. Вообще заказала его носить после родов летом. Здесь у себя во дворе. Чтобы было комфортно. Но сейчас тоже классно носить. Потому что вот эта вот резиночка, она очень комфортная. На живот натягивается вообще супер. Почему сейчас? Потому что у нас дома жарко очень. И в шортах мне нужны были шорты. Такой молочный цвет. Ткань в рубчик. Немножко утяжка. То, что нам надо, да. Там в магаз ходить, прогуляться. Одел. Можно даже сверху надеть рубашку. Оверсайз футболку. У меня много таких. И пошёл куда-нибудь в магаз. Или погулять с ребёнком. Супер. Советую. Ну, в смысле, ссылочку оставлю внизу. Это только для тех, кто живёт в Алмате. Ну, или в Казахстане. Цена у него была очень даже приятная. И к нему идёт вот такой круптов. Тоже классный. Вырез классный. Немножко с утяжкой. Конечно же, нужно на бельё надеть. Но я и без белья надевала. У меня очень норм. Но, как окружающие к этому относятся, конечно, это не очень. Я ещё заказала трусы недельку. Естественно. Потому что иду в роддом. Буду брать всё новое. Покажу одну пару. Я, как обычно, люблю такое. Всё простое. Вот такие чёрные. Тоже врубчик, ткань. Хлопок. Турция. В общем, много каких расцветок. Вот такое. Серенькие есть. Розовые. Белые. Зелёненькие. Это, кстати, трусишки от лифчика. Там были лифчик и трусы. Классный цвет такой. Я тоже их возьму в роддом. Ещё вот такие. Короче, можно сочетать, совмещать. У меня и серые есть топы, и белые топы, и чёрные топы. В общем, у меня много топов. И я их возьму. И вот эти трусы просто идеально подходят к моим топам. Потому что носить я всё-таки хочу что-то такое приятное. Ну, в плане того, что не расписное такое, а с вишенками и так далее. У меня был как-то сдвиг. Я покупала бельё такое, типа детское, там всякое разное с героями и цветочками и всякое такое. Ну, сейчас мне хочется более такой лайтовой версии просто однотонного белья. Всё. Ой, ребята, 15 минут, 16 минут прошло. Вы наговорили. Я пойду чуть-чуть. Мне надо отдохнуть, прийти в себя. Потом буду делать соточек. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok